По словам политолога Маркова, Набиулину переназначали в качестве наказания за потерю золотовалютных резервов. Госдума назначила Эльвиру Набиулину на должность главы Центробанка еще на пять лет. Все фракции Госдумы, кроме КПРФ, поддержали переназначение председателя-регулятора. Директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, переназначение Эльвиры Набиулиной это наказание, за потерю части золотовалютных резервов страны. Об этом он рассказал в эфире общественной службы новостей. Почему человека, который помог западным врагам России украсть, почти 500 миллиардов долларов и евро, опять назначают главой Центробанка. Насколько я знаю, как принимаются решения на самом верху, если бы в этом была вина чисто Набиулиной, ее бы сейчас не утвердили, а если это ее вина, и ее все же утвердили, то только в качестве наказания, чтобы на нее повесить что-нибудь, и через годик оттуда забрать. Либо Набиулина на самом деле не виновата, может она приходила и предлагала что-то, но решение принимали другие люди, либо она просила отставки, чтобы сбежать на запад. И там сдать все секреты. Ей сказали, нет. Ты будешь сидеть здесь, будешь главой Центробанка. Никуда мы тебе сбежать не дадим. Это тоже один из возможных вариантов, сказал Марков. Следующая новость. Насмотрелись. Хватит. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал обратиться к опыту СССР и установить в России государственное регулирование цен. В первую очередь, по словам политика, государству стоит вернуть контроль на ценами на товары первой необходимости. В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости. На невидимую руку рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит, написал Зюганов в своем телеграм-канале. Ранее экономист Абрамов оценил вероятность исчезновения доллара и евро из России. Полностью отказаться от продажи и покупки в долларах и в евро будет невозможно. Нужно понимать, что основные технологии, машины, оборудование все это сегодня продается за доллары и евро, отметил эксперт. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях.